Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться рецептом, как я готовлю печеночный торт. Конечно, каждый из вас в жизни его готовил, но я покажу, как готовим и кушаем его мы. Вот у меня куриная печень. Я ее сразу положила в сковороду. Сейчас я ее обжарю. Когда придет время, разрежу ее минут через 15-20. Посмотрю, чтобы в середине не было крови. И будет готовая. Перекручу ее на мясорубке. Кому интересно, оставайтесь. Покажу, что я делаю дальше. Когда я печень тушила, я добавила водички. Чтобы тушилась она у меня в бульоне. И этот бульон я добавлю, когда буду перекручивать печень. Так она у меня будет сочнее. Добавлю соль, перец. В общем, сделаю печень, чтобы она у нас получилась сочной и вкусной. Теперь морковь потерла на терке. Лук порезала, сложила в сковороду. Добавила тоже немного воды. И буду морковь тушить в сковороде. Не жарить с маслом. Не хочу, чтобы было жирно. А буду тушить. Протушу под закрытой крышкой до готовности. Затем ее посолю, поперчу. Приготовлю так, чтобы морковь была у меня тоже вкусной. Приготовила форму. Затем застелила ее пленкой. Я застелила пленкой для того, чтобы потом легче мне было его достать. Приподниму вот так за края. И торт легко достанется. И приготовила. Смотрите, что. Вот такой крекер. Да, я буду использовать крекер. У меня крекер с конжутом. Сейчас я на дно формы первым слоем выложу печенье. Печенье-крекер. Вот так я выставила слой крекера на низ и бока. Если не помещается, ломайте. Ничего страшного. И теперь первый слой я пролью вот таким майонезом. Майонез у меня домашний, очень вкусный, постный и легкий. Рецепт есть на канале. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Готовится в течение двух минут. Ссылочку закреплю в описании и закреплю в комментариях. Проливаем нижний слой домашним майонезом. Затем слой печени. Поверх печени снова положим крекер. Этот слой хотите, пролейте майонезом. Хотите, можете воздержаться и сразу нанести морковь. Это ваше желание. После моркови снова крекер. Я немного пролила его майонезом. И останется последний слой. А последний слой, отварное яйцо, натерли и посыпали. Все, печеночный торт-крекер готов. Закрываем его пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов. Затем достанем и будем дегустировать. Торт отстоял у меня в холодильнике. Я его достала. Сейчас попробуем его достать из формы и разрезать. Пленку вот так отгибаем. И вот видите, как легко он у нас достается. Так, ну что, попробуем разрезать. Смотрите, как он хорошо держит форму. Получился полноценный торт. Очень вкусный. Его можно кушать даже без хлеба. Так как у нас здесь с вами есть печенье. Смотрите, какой он внутри, легкий и очень сытный. Его можно кушать просто как отдельное блюдо. Так что, кому понравился рецепт, обязательно приготовьте, попробуйте. Обязательно понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok